Кай Грин. Трижды вице-чемпион Олимпии, преследователь Фила Хита и его главный антагонист. Своим соперничеством на сцене и в медиа они подарили нам одно из наиболее конкурентных противостояний в истории этого престижного турнира, что пошло на пользу обоим. Но еще большую популярность Грин заполучил творчеством вне сцены. Его история о жизни в скромной квартире в Броклине, специфическом подходе к тренировкам, его неповторимые имиджи, навыки оратора привлекли Грину гораздо больше фанатов, чем отдельно взятые выступления. Один из самых харизматичных и вместе с тем неоднозначных бодибилдеров в истории. Сегодня говорим о том, что с ним стало спустя 7 лет с его последнего появления на сцене. В какой он форме сейчас, чем занимается, насколько правдивой в итоге оказалась его история о бедной жизни, в каких он отношениях с Филом Хитом спустя долгие годы после конфликта и что сам семикратный мистер Олимпия скажет о своем главном сопернике. Выпуск для давних зрителей и в то же время для новых фанатов бодибилдинга. И как всегда напомню, что каждый ваш лайк, комментарии, репосты, подписка на канал очень помогают в работе. Спасибо за поддержку. И все же Кай Грин это яркий пример человека, который преуспел как атлет, после по разным причинам нащупал потолок, взглянул под другим углом на свою карьеру и в результате вывел ее на новый уровень. Различные разоблачения, скандальные темы, ничто его не отвлекало от цели. Он уверенно развивал свой личный бренд и шел вперед. И знаете, трезво осознать свое место в жизни сейчас, понять, куда ты хочешь прийти и как это сделать, к сожалению, это практикуют далеко не все. В том числе фитнес-тренеры, основа индустрии. Если вы меня смотрите, то да, именно вы основа целой сферы бизнеса. Это вы помогаете людям становиться здоровее, красивее. Не так давно мы уже с вами обсуждали тупиковую стратегию хочешь больше зарабатывать, проводи больше тренировок. Я и сам общался с тренерами и кто пробовал подобное подтвердит. Быстро наступает потолок, заканчиваются силы и возникает вопрос, что делать дальше? Я уже рассказывал вам об академии фитнес-тренеров Андрея Гюлназаряна и его системе Upgrade. Но что главное в любом деле? Правильно, результат 468 миллионов рублей. Именно столько ученики Андрея заработали за 2022 год. Это впечатляет. Стать одним из тех фитнес-тренеров, кто поднимает 500 тысяч, миллион или даже более рублей в месяц, реально. Но прежде придется спросить себя, есть ли у меня стратегия развития? Есть ли у меня пошаговый план действий? И в принципе понимаю ли я, как именно выйти на новый уровень дохода? Неудобные вопросы, правда? Обычно люди стараются себе их не задавать. Это некомфортно. Но есть вариант простого и эффективного шага. Шага навстречу к более успешной версии каждого из вас. В описании под этим видео я оставлю ссылку на телеграм-бот с подробной статьей. С ней вы сможете по пунктам разобраться в системе Андрея, поймете, как именно повысить чек за свои тренировки в разы, но и главное, станете свободным человеком, которому, чтобы увеличить свой доход, не придется чуть ли не жить в тренажерном зале. Продолжать работать без плана на будущее или самим это будущее формировать. Решать только вам. В последний раз Кай Грин выступил на сцене в 2016 году. Весной того года он за месяц трижды выступил на турнирах серии Arnold Classic в США, Австралии и Бразилии. Каждый раз занимал первые места. Казалось, после отказа от выступления на Олимпии 2015 года, кто помнит, тот еще был скандал, Грин вернется. Но, возможно, Кай намеренно устроил победный тур по турнирам Арнольда, а после демонстративно проигнорировал Олимпию. Очевидно, он был в форме, чтобы вновь бороться за победу. Но, видимо, дело было уже не в первом месте и не в статуэтке, которая Грину так и не досталась. Грин и далее поддерживал форму. Он мог вернуться, скажем, в 2019 году. То была, пожалуй, самая слабая Олимпия десятилетия по составу. Без Хита и Родена место фронтмена было вакантно. С одной стороны, это окно возможности. С другой, чего стоила бы та победа на турнире с ослабленным составом и тяжелым багажом взаимоотношений с организаторами. И Кай не вернулся. Что сказалось на рейтингах Олимпии? Дуэль Хита и Грина все же была веским фактором посмотреть трансляцию. Прибавьте травму Денниса Вольфа, скандал с обвинениями в адрес Шона Родена, турнир переживал не лучшие времена. Кай Грин не выступил на Олимпии ни в 2016-м, ни в последующие годы. Он подогревал слухи, играл на ожидании фанатов, но по-прежнему игнорировал Олимпию. 2020 год. Организаторы Олимпии предоставляют Грину прямую квалификацию для выступления на Олимпии. Действующий чемпион Брэндон Керри возвращается в Фил Хит, настроен на победу Биг Рами. Участие Кая было бы кстати. Но позиция Грина была следующая. Он не будет жертвовать возможностями и предложениями, над которыми работал с момента последнего выступления 4 года назад, чтобы посвятить значительное время подготовке к Олимпии. Еще и на основе одного лишь допуска на турнир, без каких-либо конкретных предложений от организаторов. Это они заинтересованы в его участии. Он им нужен. Но что они сделали для него и что могут дать, кроме тех же пресс-конференций и сравнений на сцене, которые он уже проходил и с результатами которых в прошлом, очевидно, был не согласен. Дополнительный пиар? Пиар Каю не нужен. Он может сделать его сам. В общем, Кай дал понять. Ему и без Олимпии неплохо. Но если уж сотрудничать, то с учетом его интереса. 2021 год. Фил ранее не смог вернуть себе титул, но подтвердил еще один заход за восьмой победой. Грин в соцсетях намекал. Мы еще не закончили дела с 2014. При этом сам Кай все еще в форме. Фанаты гадали, неужели хоть в этом году он вернется. Грин тем временем помогал в подготовке Блессингу Авадибу и, говорят, Шону Клариде. Весна 2021. Организаторы Олимпии публикуют снимок с Каем. Мол, как думаете, о чем вели переговоры? Дальше больше. Лето 2021. Грин публикует видео позирования с хитом и подписывает его «Грядет война. Ничего не планируйте на эти даты». Уже вскоре Кай и Фил вновь обмениваются сообщениями в соцсетях. Сходятся во мнении. Нужен еще один реванш. В итоге, как вы могли уже догадаться, ни Фил, ни Кай на сцене так и не появились. До сих пор. Вполне вероятно, что оба уже завершили карьеру. Филу 43 года, Каю в июле этого года исполнится 48. Подробнее об этом противостоянии, в том числе о деталях, о которых я не упоминал ранее на канале, я могу рассказать в отдельном видео. Дайте знать, если интересно. А в контексте этого материала, какие сейчас взаимоотношения между Филом Хитом и Каем Грином? И что Фил сказал о своем главном сопернике? Это кадры из-за кулис Арнольд Классик 2023. Их недавняя встреча. Фил и его жена подкалывают Кая за внешний вид. Пиджак, сумка на перевес, брендированная бейсболка. Кай может себе это позволить. Немного подколок, увесистый кулон на груди Фила как напоминание, сколько побед на Олимпии на его счету, в том числе над Каем Грином. Короткий фрагмент на камеру получился. Они до сих пор в образах. А вот и несколько более старое видео, но с тем же посылом. Калифорния, Венес-Бич. Кай и Фил обменялись любезностями, и Хит на прощание недвусмысленно напомнил, сколько статуэток Сэндов стоит у него дома. Годами испытанный аргумент. У Кая Грина, стоит признать, тоже своя коллекция. Все же три победы на Арнольд Классик, в том самом, который главный, Багаю в США, и плюс триумфы на других турнирах серии и прочих соревнованиях, это тоже сильно. Тем более, что в 2010 году как раз на Арнольд Классик Кай обошел Фила. То была его единственная победа в очном противостоянии. В общем, Каю тоже есть чем гордиться, но в плане титулов, о чем тут говорить, статистика в пользу Фила. Но вот что Фил сказал о Кае в одном из интервью. «У меня нет к нему ненависти. Я просто хочу, чтобы он меня уважал. Он сам проявил ко мне неуважение. Подписывал плакаты, как мистер Олимпия, не являясь им. Раздавал автографы. В 2013 году он представлялся чемпионом. Если бы я так поступил, люди бы назвали это дурным и резким поступком. Но я никогда так не подписывал плакаты, пока не стал чемпионом. Не касался статуэтки победителя, пока им не стал. Это и есть то уважение, которое я проявляю к спорту. Как чемпион, я не могу позволить тому, кто не является чемпионом, проявлять ко мне неуважение. Каждый раз, когда я говорил, что собираюсь победить, я подтверждал это делом. Я побеждал, а значит говорил, как есть. И я не позволю проявлять неуважение к моему труду и таланту. Кай удивительный человек. Он погружен в бодибилдинг. Настоящий чемпион. Но он не чемпион Олимпии. Я чувствую, что он хочет иметь то, что есть у меня. И я оказался на его пути. И это наша с ним война. И потому мне его совсем не жаль. Я стремлюсь к победе, и это мой титул. Таким образом, пусть и вне сцены, и вероятно уже по завершении карьеры, Кай и Фил поддерживают градус прошлого противостояния. Зачем губить хорошую историю, если можно иметь ее прозапасы и после при необходимости использовать. Но вот еще несколько слов Фила. Кай может много рассказывать о трудностях в своей жизни, но он не единственный, кто преодолел препятствия на своем пути. Со стороны может показаться, что мне все легко дается, но люди просто не знают, чьи что мне пришлось пройти. Я избегаю подробностей, это личное. Но иногда Кай строит из себя жертву. А потом люди спрашивают у меня, почему я враждебно к нему настроен. Но это не так. Просто он не единственный человек, который преодолевает трудности на своем пути. И вот это уже отдельная история. О том, как Кай в принципе стал известен на весь мир. 2020 год. США. Штат Огайо. Турнир Арнольд Классик. Первый и пока единственный, что я посетил лично. В людном холле вижу человека с камерой. По бейджу понимаю, что это Майк Пулченелло. Автор многих документальных фильмов о бодибилдинге, в том числе о подготовке Кая Грина. Я с большим уважением отношусь к творчеству Майка. Я большой фанат некоторых его работ. И уже сейчас, при подготовке этого материала, я понимаю, что тогда на Арнольд Классик, конечно, было бы здорово взять интервью у Майка, поговорить с ним о сотрудничестве с Каем, о некоторых деталях и нюансах, которые остались за кадром, и которыми, возможно, он готов был бы поделиться. Но тогда, три года назад, те несколько дней на Арнольд Классик были просто на разрыв. Было не до интервью. Это я все к чему. За несколько лет Майк отснял множество материалов с Каем. В том числе серию из трех эпизодов «Кай Грин. День из жизни», каждый из которых собрал миллионы просмотров. Что примечательно, первый эпизод опубликован в августе 2012 года, но Майк до сих пор отвечает на комментарии зрителей. Один из них совсем недавно заметил, что Кай вроде как сам жарил куриное филе, но при этом рис в контейнеры добавлял из доставки. На что Майк ответил, «Вы правильно подметили. В тот день мы были в жуткой суматохе, было не до варки риса. Не стоило добавлять эти кадры». Зрители смотрят эти эпизоды до сих пор. Многие пишут, что пересматривали их десятки раз. Помимо тренировочного процесса, раскачек знакомит нас с укладом жизни Кая. Мы узнаем, что он живет в тесной квартире в Броклине. Да, он успешный бодибилдер, один из лучших в мире. У него контракт с крупным брендом спортивного питания, съемки для журналов и прочие источники дохода. Но он живет в бедном районе, ходит в те же магазины, что и местные жители, готовит еду сам и занимается творчеством в тесной квартире. Еду при этом раскладывает в контейнеры, купленные здесь же, в магазине за поворотом. Кто-то заметит в этом противоречие. Кай наверняка мог бы себе позволить куда более комфортную жизнь. Но подача была настолько удачной, а сам Грин так органичен в своем образе, что миллионы людей по всему миру, причем не только фанаты бодибилдинга, прониклись этой историей. Выход действительно удачной первой части поколения железа только подлил масла в огонь. Скромный, обаятельный и талантливый бодибилдер, творческая натура, он позирует в переходах или прямо на улице. Бодибилдинг для него искусство и даже более. И он, выходец из бедного района, выступает против преисполненного уверенности и, кажется, несколько надменного чемпиона. Это отличная история, от задумки до реализации, продуманной и последовательной. Она оказалась близкой и понятной многим атлетам, кто тоже тренировался изо всех сил, носил сумки с контейнерами и жил мечтой. Но насколько она была правдива? Очевидно, что Кай был не беден. Он был в топе мирового бодибилдинга. О чем речь? Но, возможно, жизнь в скромных условиях была его личным выбором. Под сомнение этот факт поставил Рон Норман. Он отвечал за подготовку Кая Грина к той самой Олимпии 2012 года, описанной в фильме «Поколение железа». В телефоне Рона сохранились подробные переписки с Каем, где Грин задавал ему различные вопросы на протяжении подготовки вплоть до последнего дня и даже за кулисами турнира. Впоследствии у Кая с Роном возникли разногласия, и Грин на одном из семинаров прокомментировал вопрос о Роне словами «Иногда, когда ты успешен и известен, паразиты пытаются к тебе присосаться». В ответ Рон как-то в сердцах выдал. Лжакай уже даже не знает, что правда, а что нет. Он даже не использует свое настоящее имя – Лесли. Он убедил весь мир, что живет в трущобах Бруклина и тщательно следит за тем, чтобы все съемки с ним велись именно там. На самом деле он живет в роскошном доме в Бруклине, совсем не в гетто. СМИ показывают его добирающимся до зала или магазина пешком или на автобусе. Но в реальности у него есть своя машина Акура. Его история и честность уже не являются правдой, как и его нарощенные волосы. Наращивание он делает в салонах красоты каждые шесть недель. При этом подчеркну, даже с учетом вышеупомянутых свидетельств, я не берусь утверждать, сколько в этой истории правды и есть ли она там в принципе. Или же это просто рефлексия Акая на те сложности, с которыми он столкнулся в юные годы. Он рассказывал об этом не раз. Я говорю о том, что эта эмоциональная история, которая, безусловно, прославила Акая, он смог реализовать ее и довести свою известность, узнаваемость до мирового уровня. Эта история мотивировала раньше и вдохновляет до сих пор людей по всему миру. И не только бодибилдеров. Да, Кая Грина очень сложно вывести на однозначный прямой ответ. Я в этом убедился не раз ранее, когда брал у него интервью. Вы наверняка об этом тоже знаете, если смотрели материалы с Каем. Но вместе с тем Кай все же талантливый оратор. И за годы своей карьеры он донес до зрителей немало вдохновляющих обращений, которые, если судить по отзывам и комментариям, многим действительно помогли в нужный момент. Подводя итог, дуэт Кая и Майка действительно удачный, продуктивный. А история, которую они показали миру, помогла и бодибилдингу в целом, потому что привлекла к нему больше внимания новых фанатов. И до сих пор это один из наиболее удачных примеров цельного, нестандартного и продуманного образа бодибилдинга. Спустя годы Кай уже не развивает тему жизни в Гетто. Он плотно сотрудничает с проектом Generation Iron. Они отсняли несколько документальных проектов с Каем. Грин также выступал на сцене с монологами перед живой аудиторией. К слову, это кадры из интервью Кая с Арнольд Классик 2023 года. Грин как раз анонсирует полнометражный фильм Кай, который должен появиться в сети в этом году. Проект откладывался по нескольким причинам, но наконец готов. В предыдущие годы Кай продолжал примерять на себе необычные образы, путешествовал по миру. Не так давно, к слову, после долгого перерыва вновь побывал в Индии, где выступил с гостевым позированием. Отличная возможность оценить его актуальную форму. Кай Грин стал несколько меньше по сравнению со своим пиковым периодом, оно и понятно, но он по-прежнему в форме. Но означает ли это, что в будущем мы еще можем увидеть его на сцене Олимпии или любого другого турнира? Кто знает, но в том же интервью этого года Грин оговорился, что сейчас у него новый этап жизни, но, конечно, он еще не завершил карьеру. Как бы то ни было, Кай по-прежнему популярен, хоть и не выступает много лет. Он все так же один из самых известных бодибилдеров мира. У него контракты с брендами Rain, Redcon и не только. Он активно продает авторские программы тренировок. За последние годы пробовал себя в кино и сериалах. Как для атлета, который, допустим, уже давно завершил карьеру, он успешен и востребован. И да, он так и не стал чемпионом Олимпии. И только Кай знает, насколько сильный и сожаления в нем вызывал этот факт. С другой стороны, он далеко не один такой атлет в истории, кто финишировал в турнирной таблице вторым несколько лет подряд. Но он точно один из лучших и самых успешных атлетов своего поколения. Один из самых ярких и в то же время неоднозначных атлетов в принципе в истории бодибилдинга. Цитируя комментарии под видео с ним, он больше, чем бодибилдер. И не просто чемпион, а народный чемпион. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о Кае Грине. О его карьере, выступлениях, турнирах, о его форме. И об этом выпуске. Согласны вы с ходом моих мыслей или нет. Опять же, напомню, любая ваша активность под видео очень помогает в работе. Я признателен за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, включайте колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И, как всегда, спасибо, что смотрите.